Всем привет, с вами Мистер Найк, и сегодня мы будем делать обзор на троллейбус в игре Трам-Сити. И начнем с того, что мы должны его включить. Чтобы включить троллейбус, мы должны поднять только приемники, нажав на букву Т. Теперь мы должны включить сам троллейбус, нажав на кнопочку Y. Все, троллейбус у нас включен, мы можем начинать движение. Но движение у нас стандартное, только тут добавляется руль. То есть, кнопочки, точнее, стрелочки вперед, назад и вправо-влево, естественно, это как руль. В общем-то, тут такие же позиции контроллера, так же, как и на трамвае. Но, значит, нужно обратить внимание на то, что не на всех троллейбусах есть светотехника. Светотехника, это как на трамвае, когда вы нажимаете на букву F, у вас загорается освещение в салоне и снаружи. Но на некоторых моделях, как я считаю, на этой нету. Итак, когда вы начнете движение, первым делом вы встретите стрелку. Чтобы пройти стрелку, допустим, мы сейчас хотим проехать стрелку направо, у вас должна быть позиция контроллера, вы сейчас видите в левом углу, на нуле. То есть, вы разгоняетесь, позиция контроллера на ноль, и стрелку вы проезжаете направо. Чтобы проехать стрелку, естественно, налево, вы должны... У вас должна позиция контроля быть либо в позиции M, X, X1, X2 и так далее. То есть... Теперь, еще про стрелки. Чтобы пройти стрелки нормально, вы должны не превышать скорость выше 25 км в час. Если вы превысите эту скорость, штанги у вас или только приемники слетят. Ну, сейчас я продемонстрирую. Вот, допустим, впереди там входная стрелка, и вы в нее там въедете больше 25 км в час. Ну, то есть, у нас сейчас вот скорость, допустим, пускай будет 26, даже побольше сделаем. И смотрите. Нет, смотрите, у нас только приемники не слетели, значит, мы плохо разогнались. Ну, в общем, поверьте мне, что если вы сильно разгонитесь и будете въезжать в стрелку, то штанги у вас слетят. Ну, что делать на случай, если штанги у вас слетели? Да ничего сложного. Ну, допустим, представим, что сейчас у нас слетят штанги. Вот, сейчас мы проедемся маленько, сейчас, ну, вот, развернемся. Ну, вот, отъехали мы, допустим, там в сторону, ну, даже сквозь стол прошли. Вот у нас слетели штанги. Главное, не уезжать далеко. Вы подъезжаете к проводам, нажимаете на кнопочку T, видите, рога у вас опустились, тормозите. Нажимаете опять на кнопочку T, и рога у вас опять подняты. Теперь, тут также есть и реверс. Реверс так же, как и на трамвае. Когда позиция контроля на нуле, вы его можете переключать. Вот сейчас мы его переключим. У нас позиция контроля на нуле, обратите внимание. И мы можем ехать назад. Тормозим. Так же, как у нас позиция контроля на нуле, мы переключаем и можем ехать вперед. И в принципе ничего такого сложного Естественно двери тут по стандарту Кнопочками 1, 2, 3 Вот они открылись И опять 1, 2, 3 Их закрыли Ну а на этом все, с вами был мистер Найк Ждите следующего видео про автобус